Я думаю, петерский болельщицы до сих пор помнят то злосчастное поражение в первом раунде плейер, которое они потерпели от рижан с зоны 9-го, 10-го году, когда СКА был чем-то снова Бурдасов, расположились армейцы в чужой зоне. Седьмой номер Дмитрий Каинин, это уже третья пара защитников, и первый момент у ворот Эриксона, но не смог Гадонов переиграть в ближнем бою. Пытался сейчас в центр Саулете сделать передачу, шайба переквачена, и бросок Эриксона отбивает, но теряет при этом в ворот, уезжает в эту сторону, а это уже, это уже снова первое звено у СКА появилось, ну а у СКА опять смешанный, смешанный состав. СКА был в этой части Чудинов, Ковальчук, и вот какой момент был, опять Ковальчука выводили на бросок прямо перед воротами, он получил шайбу, атаковал сходу, и повезло. Куда больше в чужой зоне, забить иногда не удается. Дарзин, шайбу не глядя, выбросил через горку в свою зону, смотрит Эриксона, здесь атакует и забивает. 1-0, Рижайна выходит вперед, шайба, кстати, могла и на скамейку улететь. Здесь ее подхватывает Эриксона, против него два игрока, еще один сзади. Бросает Эриксона с один раз, здесь не удается применить силовой прием, и вот он так ковыряет еле-еле шайбу, легонечко. А Костином, перемещаясь, не успевает свести щерки и плюшку на лед не опускает. И шайба вот так заползает в ворота. Но курьезно... И вот быстрая атака СКА, Сейго достает в сердце Бурдасова, отрывской команды нет, но ее не успел опустить плюшку. Дэнк высочайший, еще раз Бурдасов и опять Эриксон. Ну вот... Здорово Кундротек сыграл, ох, хорош. И гол, и гол, но вот... И снова забывает Индрошес. И опять... И Кундротек бросил сам, с этим броском уже справился, не смог Кетов отбросить шайбу с пятачка, а Индрошес сделал то, что он и должен... Встряхивает команду, помимо всего прочего. То есть это такой посыл от тренера полевым игрокам. Прежде всего, а не самому вратарю. Вратарю-то вы что? Он из комьюки будет сидеть. Ну, это Евгений Аркутин в своем репертуаре. Это тоже, кстати, как и замена вратаря. Тоже... Еще такой... Брошок переправления. Еще момент Даржин здесь на пятачке. Лейно делает это. И нет здесь удаления вообще. Это нарушение было против Шипачева. Вот какой бросок. 3-0. Атака сходу. Ну, все сегодня залетает у Рики. То ничего, 5 матчей, а то, вот как сейчас. Лаурис Даржин в большинстве. Даржин, у которого... Нейтральные зоны. Хорошая передача. Дересеешь. И момент еще. Режан Даржин сам упустил момент для броска. Но за передачу делал на пятачок. Ну вот здесь Даржин мог бросать сам. Низкой стойки находился Ежов. Даржин уехал дальше. И передача на пятачок. Передача Ежов не видел, по-моему, момента броскательный. Ну, и щепком от ушей бы тоже вытащил. Ну, а там застряли Режаны в чужой зоне. Так. Ну, это, конечно, смена вратарей. Да, вот так здесь зреагировал. Илоким Эрис. Краем ловушки. Вот, вот, Ска. Шипачев и... Краем ловушки на пятачок. Бросок с острого угла. Так, вот. Идет все равно позже. За что Режане были наказаны. Минуты две тому назад. Ну, и вот такой гол забивает Ска. Фантастика просто. Даже смешно Кари Фейгеля. Шайба летит, летит. Отражается от лицевого борта. И вот спон коления, когда пытается закрыть ближний угол Эрикса. Шайба попадает ему в конек. И отлетает все. Ундротек в контракаде. И... Ну, вообще, отряжание могут провалиться. И Яковальчук сам атакует. И, смотрите, как хорош опять. И оттенается. Все четко не оставляет. И вот-вот появится на виду Тим Шеститон. Русская опасная атака. Передача на пятачок. Яким Эрикса. Вот, не видно было, задел ее шайбу Эрикса. Задел. Не задел, а отбил он ее. Шайба летела в ворота. И Яковальчук бросал здорово в нижний угол. Ну, дали меня. Продолжает играть пять на пятницу. Стравка здесь на Кокачке перед рюшками воротами. Яли Лейна оттуда шайба увозит. И вот, отечественник Яли Лейна смог улезти шайбу. Из этой горячей точке. Смена длится около двух минут. На Берига. Вот, выпускается Стито. Шанс забить в пустые ворота. Зато забивает Гуннер Скворцов. 4-1. С одной стороны, да, вот там две с половиной оставалось. Да, надо выменять воротаря. И надо выпускать секс. И почти все игры я видел за редким очень исключением. Думаю, что лучший матч в сезон.